93 килограмма смертоносных веществ изъяли сотрудники наркоконтроля за первое полугодие 2015 года. Эта цифра на 32% ниже, чем показатели за аналогичный период прошлого года. Всего же на территории области было выявлено почти 2000 преступлений, связанных с опасными веществами. По словам специалистов, в регионе набирает обороты распространения синтетических наркотиков через сеть интернет. Уже выявлены и внесены в реестр запрещенных на территории России 26 сайтов о продаже так называемых дизайнерских смертоносных веществ. Опасность синтетики заключается в том, что она способна за 1-2 приема сформировать физическую зависимость, а за 10-15 раз – психическую. Распространение наркотиков осуществляется преимущественно бесконтактным способом, посредством использования информационных технологий. Подтверждением этому является тот факт, что за период 2014 года органами наркоконтроля выявлено 246 преступлений с использованием сети интернет. Лечиться от наркозависимости стало непопулярно, заявляют специалисты. Вызвано это большим разнообразием дешевых наркотиков. Раньше зависимые обращались в клинику из-за нехватки денег на очередную дозу. Теперь количество желающих резко сократилось, хотя лечение очень эффективно и проводится анонимно. Наркозависимость, она отрицает абстиненцию как таковую. То есть наркоман, он и очень дешевые наркотики, он постоянно докупает, докупает. Раньше-то к нам люди шли из-за того, что у них кончалось, и деньги кончались, и наркотики. Они шли в состоянии абстиненции, куда же, ну, тяжело очень, шли лечиться. Сейчас нет. Один из основных способов борьбы с наркоманией – профилактика, говорят специалисты. За два месяца текущего года на территории 12 муниципальных районов региона был проведен антинаркотический марафон. В нем принял участие почти 9 тысяч подростков и молодых людей. По словам губернатора области, для снижения количества наркозависимых необходимо проводить массовую агитацию населения против смертоносных веществ. Мы обязаны создавать ощутимый противовес пагомному лечению к наркотикам, вытеснять из сознания молодежи интерес к этой маргинальной стороне жизни. Зависимость от спорта, путешествий, здорового образа жизни, искусства, личного успеха – вот что мы должны диагностировать у нашей молодежи. Стоит отметить, что наша область в числе последних по количеству умерших от наркозависимости среди регионов Приволжского федерального округа. Лидерами в этом списке стали Самара, Волгоград и Астрахань.